Девентарная функция Девентарная функция Мутульно показывает положительную, ну, по порядку получается числа, если мы относим его знак. Или можно сказать, что он показывает расстояние от начало числого из них и данного числа. Ну, записывается так. А вот это число оставляется неизменным, если у нас число было положительным, если оно было отрицательным, мы меняем знак. Ну, то есть... Модуль не меняется. Сейчас. Так. Так. Ну, еще два моих ситуация сможем. Это, собственно, построение функции. Если нам нужно построить, допустим, функцию модуль от Солнца, то взять через модуль от Солнца. Так. Мы вот сюда берем и перебрасываем. Пусть это будет сделано. Так. У нас есть какая-то функция, допустим, такая. Мы берем, перебрасываем все, что снизу, наверх. То есть, мы это сейчас убираем и отображаем его с этим. Вот, в принципе, отстирается. Вот, в принципе, мы отображаем. То есть, все, что было снизу, мы отображаем вверх. Второй монет, это если нам надо построить, то, как можно сделать. Внутри, как у меня, фокусы. Здесь мы точно два раза. Переносим. Здесь мы перебрасываем не снизу. Мы отображаем. Да. Левую часть там. Отвече сюда отображаем. Хорошо. Пример. Ладно. Примера не будет. Потому что мне все будет придумать нормальным примером. Перейдем дальше. Так. Сигмой. Эта функция возвращает отдельное количество положительное. Минус отдельное количество отрицательное. И не дулее. Она ракована. Так. У нас сейчас. Так. 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 Хорошо. Так. Так. Тут все. Дальше. Так. Дальше. Так. 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 В графике конца Кересаева Ну, в принципе, об этой концею ничего больше интересного будет Хорошо, идем дальше Целая часть весна Ну, обращают ее как Это наибольшее целое число, которое не пресушает данные ягодцы Ну, это можно записать еще одна Максимальный число из таких моментов является целое При том, что до выполнения заслуживания шло Н больше Меньше это равно x Хорошо Великальное число показывает нам условия, которые должны выполняться, чтобы... Ну, для этого норма Другие словами, мы просто округляемся в наше число Если у нас, допустим, есть 1,1, то это 1 Ну, и так далее Если у нас отрицательство, то мы тоже окружаем минус Если у нас минус 1,5, то это минус 2 Хорошо Есть вопросы по этой теме? Ну, по этой функциям, которые были раньше Кроме того, что у нас нет Да Нужно? 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 Целые числа 1,2,3 и так же минус один. Целые числа 1,2,3 и так же минус один. Если нет цела, то нужно будет в другую часть. Возвращаемся к другим сутоками. Возвращаемся к другим сутоками. Возвращаемся к другим сутоками. Если взять карточку, то есть. Возвращаемся к другим сутоками. Возвращаемся к другим сутоками. Возвращаемся к другим сутоками. Можно видеть, что функция не превышает единицу. И всегда больше не превышает единицу. Возвращаемся к другим сутоками. 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 Уполним. Можно просто на скорую саду подниматься, да? Переедиться. Переедиться. Функция 1 метр. Эта функция более странная. Она изменится, если число у нас рациональное и нулю, если число у нас рациональное. Ну, это можно написать. 1 метр. 1 метр. 1 метр. 1 метр. 2 метр. 3 метр определения. Данализируем ... 5 метр. из одного числа она перенимает значение двенцы, ноль у всех остальных числа. Ну, в практике её построить не получится, потому что это практически невозможно. Ещё, в каждой точке функция имеет разрыв, потому что в окрестностях любой точки есть рациональные числа. Хорошо. Это понятно всё? Диски тогда просто по этим функциями. Что, Стас? Ещё раз. Ну, вообще, если серьёзно, я встречал даже где-то какие-то из них. Ну, допустим, функция хелесайдера. Её деление каких-то расчетов в электрических цепях. Насчёт функции директ линии, в рейдинге. И немножко. Сигму можно определять, чтобы, допустим, выбирать функцию, которая имеет специальное значение. Ну, модуль тоже. Ну, это да. Хорошо. Так. Если это примерно понятно, мы перейдём к полярному кабинету. Это будет наиболее нормативным. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Ну, эти картины координаты, я думаю, не должны знать, но, как известно, это не сильный координат, и для удобства иногда болезней, я думаю, где-то другие. Вот. Такие координаты, ну, думали поярные. В чем суть? Что? Не знаю, допустим, не согласен с кругом, или какая-то сферическая симметрия, ну, цилиндрическая симметрия. Кругая сферическая симметрия, тогда проще намного использовать поярные координаты. В чем суть? Вот, если я нарисую две картины плоскости, X и Y, у нас есть какая-то точка. То есть, вы благотворяете одну точку, да, нужно трех отдельно. Поляк подошли и по-другому. Есть точка, значит, можно провести радиус вектор с начала. Что такое радиус вектор? Точка от начала координата. То есть, прямая от начала координата с другой точкой. От рифа, ну, ладно. Направная. Соединяющая начало координат. Еще раз, радиус вектор это направленная отрезка. Соединяющая начало координат с заданной точки. Радиус вектор. Соединяющая начало координат с заданной точки. Да. Хорошо. Ну, можно проектировать радиус вектор. По началу привод к этой точке. Чтобы показать расстояние на этой точке. И вторая координат контрольника. Это, собственно, угол. То есть, если у нас есть радиус вектор, мы можем точно сказать, где точка находится в этой точке. Ну, ладно, зачем и чем? А угол между 8x и радиус вектор. На точку. Там есть два угла между 8x и радиус вектор. Против числа зерк. Да. Угол теперь целого. Против числа зерк. Против числа зерк. Против числа зерк. Задание одного... Ну, если мы зададим только углу. Мы получим, что за точку нужно находиться... Ну, на этой темной. Если мы зададим и радиус вектор, то мы с точкой можем определить... То есть, положение точек на этой темной. А обычный радиус вектор задает углу, на котором можно находиться в этой темной. А именно углу определяем, в каком углу на месте. Хорошо. Так. Его... Ну... Легко, что ли? Что такое сказать? У вас есть... Плоская система, да? На плоской системе достаточно двух кардинаций吸идает точку. Какие это координаты могут быть? Абсолютно никого не волнует. В каком смысле? Две координаты. Первая и вторая. В декартовой системе это две проекции на вашу ортогональную овусь и x и y. Теперь давайте придумаем что-то другое. От переменных x и y упорядоченного набора переменных x и y Переходим к непорядочному набору. Каким переменным? r и f. r и f. r это первая переменная, f это вторая переменная. Что такое r? r это длина радиус вектор. Цель лишь только радиус вектор, а уголь длина это и есть первая координата. То есть длина этого направленного отрезка. Это понятно, да? Вторая координата это угол, да? То есть это уже если у вас, например, в декартовой координатах угол длина, да? То здесь у вас первая координата имеет размерность длина, а вторая координата имеет размерность градуса, да? Радиалны что хотите? Угол угол координата. Понятно, да? Как Олег говорит? Олег говорит, что обычно. Он говорит, что не всегда. Обычно. За так называемую полярную ось. Понятное дело, что для того, чтобы задать самую полярную систему, вам нужна точка. Это точка, в вашем понимании, пересечения осей. И так далее. И помимо точки, вам нужно от чего-то отчитывать угол. Правильно? Вопрос вызывает такой, от чего мы будем отчитывать угол? На самом деле, от чего захотит. То есть нам нужно выбрать некоторую ось, некоторый направленный отрезок. Ну и первое, что приходит в голову, этот отрезок выбрать вдоль положительного направления оси Х. Понятно, да? В чем это? То есть, вопрос какого? Можно ли выбрать другое какое-то направление? Это да. Понятно? Можно выбрать любую ось, которая будет выходить из вот этой точки, какого вы задали, и куда-то ее направить. Так? Это и будет ваша, как бы, луч, который задает, так называемую, полярную оси Вечер, это полярная система, так? И от этой оси, Олег уже как бы правильно сказал, принято в направлении против часовой стрелки и откладывать угол. Он влежит в таком промежутке, получается, 0 и 2 пик. То есть, получается, если у нас нет никаких дополнительных уточнений, мы выбираем в начале направления ось в плюс и считаем мол-то. Если есть какое-то уточнение, мы можем... Смотрите, в ситуациях, обычно это так и есть. Обычно это так и есть. И на самом деле, для чего эта система такая главная? Эта система придумана для того, чтобы легко решать задачи, скажем, если у вас точка вращается вокруг центра какого-то. Чем эта система лучше? Если у вас точка вращается вокруг центра, то что получается? Получается, что у нее меняются обе декантовые координаты каждый раз, да? И в ладке меняются и координаты x, и координаты y при вращении вокруг центра, да? А если я возьму и повращаю точку в этой, то есть я как бы... Сама задача не изменилась. Точка как вращалась, так и вращается, понятно? Но описание задачи будет значительно легче в полярной системе, потому что в полярной системе модуль радиус вектора не меняется, да? То есть у вас одна координата сидит сфиксирована, вам достаточно анализировать только угловую. То есть одна координата только меняется, понятно? То есть задача сама по себе будет решаться значительно легче, понятно? Обычно и, а как таки? Откуда, куда бы вы выбрали направление? Она не так называться будет, эта ось x, но вы ее бы выбрали, наверное, туда, где точка, вот у вас есть центр, да, вот начало вращения. Вот и две точки, это единственное у вас выделенное направление в задаче, по которому вы можете провести эту ось x, да? Ну, понятно, да? И вы ее и называете x. Ну, у вас, соответственно, и система там декантового, повернутся куда-то. Понятно? Уловили, да? Ну и какой теперь, если может, такой Олег и вы что говорите? Олег говорит, да, дальше смотрите. Вы сейчас будете расстраиваться переходить как процесс? Нет? А что? К чему-то? А, да, да. Вы же это будете расстраивать? Да, Олег дальше что расскажет? Он говорит так, что, смотрите, получается, есть такие задачи, которые легче решать в полярной системе. Тогда что приходится делать? Мы имеем какое-то условие в декантовой системе, мы его что, переводим в полярную систему, там сидим спокойненько работаем, решаем, да? Отрешали, очень легко все там, потому что мы понимаем, что задача соответствующая симметрии умеет. И потом что надо сделать? Обратный переход, чтобы вернуться куда-то себе домой, в декантовую систему. И задача решена. То есть вместо того, чтобы все дети мучаются в одной системе, мы лучше сходим в другую, там поработаем, найдемся себе свою жизнь назад. Понятно? Такая вот история. Ну, хорошо. Ну, начало можем вылезить. То есть кардиатор X и Y через первую систему. Ну, как легко видеть. Это же прямоугольный. Да, да. Прямоугольный. 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 То есть можем пользоваться синусом и космосом. Это просто креативная лекция. X, Y, Y, X, Y, X, X, Y, X, Y, 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 Y. Использовать это, мы можем получить и с каординат RZ. Собственно, X и Y, Y. Ну, гораздо интереснее договоренного. Дробь более. Вот R и F и X. Да, ты видишь R и F. Ну, легко потерять форму, но видишь, что R, когда трансмиссия на кузине. То есть, другими словами, мы увидим, что R равно R. Хорошо. Так, это первое. Что случится? Здесь мы сталкиваемся с некоторой неопределённостью. Вроде бы, касалось. Если, например, можем взять это уравнение для космоса, поставить сюда и просто ценить Акуссиус. Но из-за того, что Акуссиус неопределён здесь, Получая космос, мы получим два значения. Из-за того, что... Ну... Для того, что Акуссиус принимает два значения одинаковых нагрузок, нам нужно ещё определить и знак. Одинаковое значение. Ну... Грубо говоря. Звезды вынесли в секрешении системы уровня. Так. 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 Что Surely, sựmez need is. Вот. Вот. Мы должны проверить содержание. Так. Так. Ну… Если у нас фи, то значит всего фи можно не осуществлять 2 фи, то прибавление к этому углу плюс 2 фи не изменится. То есть, по сути, если мы возьмем вот это, это будет одновременно 3 минус 15 и 3 минус. Это, по сути, одно и другое. Ну, принято считать, что угол изменяется с 0 на 2 минус. Вот. Что? А, там у нас не закрыто. Да, нужно сейчас запутать. Ну, сейчас. Хорошо. Может быть, подзадим. Да. Ну, тогда нужно будет еще вычитывать. Хорошо. Сейчас. Если мы пойдем по другому пути. А, там, там. Может быть, подзадим. Вот. Где-то. На, там. На, там. На, там. На, там. На, там. Так. Хорошо. Хорошо. Да. Это у нас. А, там, здесь и не троится. Ну, если у нас в США. Ну, если у нас такое, конечно, не используем, надо еще посмотреть, в какой четверти нас это двигатель точек. То есть, если у нас не будет больше нуля, это больше нуля. Значит, в позитиве, мы все провожу к углу. Нуля. К углу 1 на 4. Так. Так. Хорошо. Если. Это первое. Стандарт. Если у больше нуля, и х меньше нуля. Их 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 больше нуля. Их меньше нуля. Их меньше нуля. Стоп. Их меньше Después. 2, 3, 4, если есть уральность вручную, то 15 минут до 30, метод тот же, просто здесь нужно уже смотреть какой-то режим если мы с эфиром не даем данный пример, например то есть если мы его включаем, то у нас одна из компаний на том, что он вообще не даем у нас стропа больше ну, можно без него включить, в принципе, это не так важно или у нас все равно что-то повлияет можете повлиять или где? что-то это не гибкие и где? что-то что-то вмotzка как-то что-то что-то это как-то так Здесь мы просто решаем, мы можем обновлять и начискивать Так же самое, просто если косинус, допустим, положительный, вылезаем, но это не депрессивно И потом уже просто такую синусом отберяем из-за этих, значит, если ее отберять так, как это касалось, просто по-другому Хорошо, есть вопросы? Если вопросы нет, то вам нужно какую-то приемку Сейчас, сейчас я могу получить хороший пример Хорошо, нужно еще простого Это можно стирать? Вот так 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 Ну, это легкий пример Или даже не шар каталин Будет равен и нулю, а с этой две пина Хорошо Поехали, как я это сделал Возьмем что-то более сложное Вот так Вот так Вот так Ну, повторяй Молочаймон, наверное, равно на 4? Нет А угол мы находим без сравнения Остальные ледницы, это у нас 2х4, но еще с учетом того, что оба эти положительные, значит это первая четверть, все противоположные будут 2х4. Хорошо. Ну, берем октангность, октангность единицы, октангность единицы это 3х4 плюс-минус 3х4, то есть это может быть 5х4, 7х4, где-то 7х7. Да, но 9х1 это единицы, но здесь мы должны учитывать еще и то, что эта оба стартоположительная, следует только первая четверть. Хорошо. Как? Кругом науравне превращение. Вот. Кругом науравне превращение. Дорого. Кругом науравне превращение. Вот, вот. Ну, только что оно не только, а только первая. Да. Как еще? 1х4. Один в педагоге. Почему? Это правильно. Не знаю. Почему? Ну, обратно, это право. Что такое обратно? Это задача его произвести. Вот смотрите. Если они обращаются, то они обращаются на основную форму. Обращение, да? То есть, например, нужно обращаться по другу в центре, да? А если точечник обращается, открывается по центру, понимаете, если это так, то тогда трудов не определить, трудов не продолжить делать, трудов не продолжить, а определить трудов, как же делать, минусы и другие. Т.е. Если они обращаются, то третий priority, то это будет отличный. Как это происходит? Как вы, например, Продолжение следует. Ну, мы пробуем обратное преобразование, зная угол вреда, получить приятный ИС и ИГРУ. Правильный путь с ранами. Четыре угол в ранами. Ого. И на шесть. Ну, поставляем значение в нашу рану. Игрит рог. Прости, D-рог. А из-за коробки. Игрит в Тру. Х�к. Профессор. Игритries-ка. Игрит. 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 Вечерный путь с ранами. Вред? Редактор с парни. Томат. Второй. Увидеть, что на королеке выделить примерно так Смотрим. Ну вот его выберем. Тоже прикрыли, где на шесть. В принципе… Смотрим. И святой силы.